Привет, народ, как дела? Это Джей. Я Джей. И сегодня я хочу поговорить о пяти самых распространенных ошибках, которые должен избегать режиссер. У меня есть уже какой-то опыт. Я учился на своих ошибках и хочу сэкономить ваше время. Вот пять самых распространенных из них. Плохой звук. Если звук плох, то даже если картинка великолепна, зритель будет отвлекаться и не обратит внимания на сам фильм. Нет ничего хуже, чем смотреть действительно классный фильм с никудышным качеством звука. Если бы вам пришлось выбирать между очень хорошим качеством звука и очень хорошим качеством картинки, я уверен, что вы выбрали бы картинку. Но позвольте мне показать вам разницу. Вы видите, что здесь картинка плохого качества, но вы понимаете, что я говорю. Если бы это был фильм, вы бы продолжили следить за сюжетом. Теперь смотрите, что происходит, когда у вас плохой звук. При некачественном звуке вы напрягаетесь, чтобы понять, что я говорю, потому что звук плох настолько, что просмотр видео почти раздражает. Поэтому приличный звукорежиссер — это критично для проекта. Плохая игра актеров. Пожалуйста, 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 будьте внимательны при выборе актеров. Для великолепного представления вам понадобятся настоящие актеры. Вы можете попросить сняться друзей, но, скорее всего, у них не будет достаточных актерских навыков. Вы можете обратиться в ближайшую актерскую школу или в интернете поискать актеров, которые не против поработать с вами. Места съемок. Можно легко написать сценарий с местом действия на пляже, американских горках, в горах или в других удивительных местах. Но если вы начинаете карьеру режиссера, имейте в виду, что эти места должны быть доступны. Постарайтесь адаптировать сценарий к бюджету и доступным локациям. Ваш друг может иметь дом с восхитительным бассейном или комнату, которую вы можете использовать. Выбирайте локации «Мудро». Энтони Доддментл однажды сказал мне, «Джей, у тебя может быть немного места для съемок, но если у тебя хорошие актеры, отличный свет, превосходные сценарии, у тебя может получиться удивительная история». И он был прав. Все просто. Чем проще, тем лучше. Сумасшедшие кадры. Знаю, знаю. Мы привыкли смотреть блокбастеры со съемками с вертолета, крана, тележки, со стедикамом, взрывы и летающие драконы. Но будьте готовы, что вы не получите ничего из этого для большинства кадров. У вас могут быть сумасшедшие идеи, знаю. Вы, возможно, очень креативны. Я не говорю, что это не так. Но вы должны понять, что вы не сможете снять все безумные кадры в вашей голове. Чем проще, тем лучше. И работайте с тем, что у вас есть в распоряжении. Быть негативным. Когда вы начинаете новый проект, вы на взводе. Энергия так и прет из вас. Бум. Вы перевозбуждены, полны ожиданий, адреналина. Затем вы начинаете монтировать, и все не так хорошо, как вы думали. Некоторые не заканчивают свои фильмы, так как боятся, что они не будут совершенны. Просто завершите ваш фильм, неважно какой. Подумайте о всех тех людях, что помогали вам бесплатно. Они будут рады, если вы доведете до конца проект, что начали вместе. Вы строили его вместе. Так завершите его. Это лучшая плата, которую вы можете им предложить. Будьте позитивны и учитесь на своих ошибках. Спасибо, что смотрите мое видео, и не забудьте подписаться. И как говорит Арни, I'll be back. Через две недели. Не унывайте, ребята, и всего вам пока.